Сплошная-сплошная глядьючка. И вот эту глядьючку сюда на фальчик. Там чуть больше фиолетового, да? Да, добавишь, может быть, чуть-чуть сюда и красненького. Да? Смотри, чуть-чуть красного и улет. Он стал более фиолетовым. Сначала тебе нужна краска здесь, на холсте. Потом, после того, когда появится краска, тебе нужны будут такие вот брутальные мазочки. До наброски самих цветов? А потом сверху уже будут цветы. Сначала фон. Так. После этого все, что у нас на передней плане. Сначала то, что сзади, потом то, что впереди. Но сначала должна быть краска. Хорошо. Да. Набросать разницу. Хотя бы приблизительную разницу цвета. То есть это не умопомощительная задача. Не надо, вдруг, сильно изделяться по этому поводу. Чуть-чуть красноты, уже поменялся цветы. Чуть-чуть резиленцы, уже поменялся цветы. Просто такие разницы. То есть мне не надо намешивать? Однотомность не нужна. Вот как ложится, так и ложится. Главное, чтобы все дико не выскакивало за пределы. Мягким направлением, вот таким, касательным направлением, ты не создашь вот этих жестких мазков. Тебе, в принципе, нужно даже придержать полский, и вот с этим шкряблением выехать. Погнать к ним правило. Она светлая, поэтому... Устань, как удобно. Еще короче? Нарезаем, ближе к столубикам на заднем плане. Темно. Темно, красно и коричневый. Видно, да? Очевидно. Плюс, может даже и синий там присутствует. Прям вот так вот. Нахально туда внесешь краску. Значит, тепло, холодно. Уже повторяли с тобой на... Можешь так занять. Значит, холодно, красно, тепло. И вот сделаешь такую разновкусицу задничку. Невзирая на то, что здесь будет ваза. Просто игнорируешь эту вазу, и занимаешься вкусностями заднего плана. Таким размытостями. А стихиам? Да. А здесь потом свет на столе. Как раз рублена топором. Вот если ты обратишь внимание, поизучаешь и даже возьмешь мастихен, и поизучаешь, как лежат эти мазки, ты увидишь, что они рублены топором. Даже вот можно соковыть или не убирать. До поры давления. Соковы красные. Соковы красные. Ужасные. Один цвет в другой. Рублены. Движение. А ну и так может быть. И такое письмо тоже есть, как ты делаешь. Но у нас немножко другую тему мы преследуем. Можем и так оставить. Если мы хотим вот это вот. Мозаичность. Еще раз покажу. Вот это вот. Все точно так же, только, знаешь, как робот. Бесплавных. Бесплавных. Бесплавных переходов. Робототехника. Как-то давно было популярно в эти, в 90-е голодные годы, из лоскутковых одеяло шили. Ты видишь, молода не застала всего. Вот. Так вот, собственно говоря, нам вот эта лоскутковость и нужна. Лоскутковость. не из одного центра. У вас лоскуты. Значит, сначала темноту самой вазы. Потом, в этой темноте, увидишь освещенные близкие, какие-то отдельные фрагменты ботовы. А потом, расставишь просто пятна. Вот этих желтых тюльпанов. Или что это такое? Тюльпанов. Тюльпанов. Опять же, мутные пятна. Угу. Мутные. Попратишь внимание, что эти все упали. Упали и все в куче. Угу. 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 Хорошо? Все равно одно и такое. Угу. 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 Состоянно. Угу. Раз, два, три. Смотри, как он меня выгнул из огнуса. Видишь? Ага. То есть, я настаиваю вообще. Насталиваю, настаиваю, настаиваю. А ты его. Да. Звук. Звук разный даже. Может, по звуку даже ориентироваться. А чего у вас пока? Угу. Не будешь я его сломать. Раз, два, три. У него прикольно композиционно расставлено. Я высоко попала. Раз, два, три. А одной линией? Раз, два. И это чуть больше. Три. Угу. Этого хозяйства там не масса. Ну, не прикольно. Между ними расстояние есть. Вот самый центральный. Здесь Василёк. И вот домашний дом. А между ними? Вот так. Вот, по вниманию звать. Угу. 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 Еще один. Этот вверх ушел. А тут еще один. Сверху. Сзади, да? Да. Меняем. То есть два рабочих пальцев. Вот этот и вот этот. Ага. Угу. 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 Это остальное, теньми. Там будет рефлекс. Формируешь лепесточки, которые эти тюльпаны держат. Не бойся, что вылезли, мы всегда можем фоном сюда залезть и что-то подтянуть. Потом стоит нам бросить свет и уже у нас появился один лепесток. Стоит нам бросить свет и уже появился другой лепесток. Дальше нужно отформировать все, что мы хотим. Если нужно подтемнить, то нужно подтемнить. А можно кисточкой? Да можно. Просто пальцем проще. Мне что-то он не дает. Попробуй кисточкой. Вариант первый. Точно так же, как мы делали мастихину, создаешь мутное пятно. Вытираешь кисть, свет и одним движением ставишь вот эти световые пятно. Не мусоришь их долго, а одним движением. Тут просто нужно помнить некий принцип. Теневые не любят много краски, вот мы стараемся им много краски не давать. Растираем ее, эту краску. А световые любят много краски. Но желательно ее класть за один раз. Попробуй. Одна плоскость этого лепестка направлена в центр, вот сюда. Вот она на такое увеличение. Здесь рядом еще лепесток. Он тоже стремится к центру. Две плоскости. Здесь лепесток. Тоже стремится к центру. Видно? Но он чуть светлее. Тоже сюда. Пока это все в рамках тени будет. Светлее темнее, но в рамках тени будет. Здесь чуть поменьше. Лепесточек. Постолько цветов на нас развернут. Здесь чуть поменьше. Можно провести аналогию. Лепесток сюда. Вот так. А теперь мы его наклоняем. К нам. Расстояние из такого превращается в такое маленькое. Тоже та же самая аналогия и здесь. То есть, когда лепесток на нас, мы тут оставим чуть-чуть меньше. Чуть-чуть короче. И он сам развернется на нас. В этом сюда тени было. Внутри. И в этом свет. Внутри. И в этом свет. Только потом. Потом можно схитрить. Можно сначала вот эти вот тени выложить. А потом взять. И наглым образом. Внутри. Но краска должна быть плотной. Вырезать. Ага. Просто вырезать. И аккуратно растянуть. Эрми? Да. Вот такие. А толькоnek, а только штришок один сделать и совершенно будет видно, что вазать. Ну и вот здесь вот он. Как бы. Слишком... Как блоки там. Поприлипали просто. И все. Ну плотняйся. И... Вот здесь. Но уже засветилось. Монишь яблоки? А было какой-то... Ночь живых мертвецов. Монишь яблоки? Это я не туда вошла, да? и в косточки поставишь а здесь то что мы говорили с голубиночкой сделай сама дай кисточку что сама ну вот это самое это самое делаешь все-таки желательно чтобы от кисти до оставился слева все у тебя такая картинка такая живопись которая требует таких откровенностей это сильно так и вот здесь вот наверно немножко но не в цвете не и вот в вот вот Так тень положи и они сразу лягут на плоскость. Смотри, если ты, допустим, освещение отсюда пустил, у тебя вот на вот этом яблоке освещение оттуда падает. Видишь, тень сюда легла. И поэтому у тебя всё не фэн-шуй. Эта тень ложится на вазу. Понимаешь? Здесь нет. Не может там её быть. Она на ваз от яблока. Ну, во всяком случае, ты ещё так поставила. Больше на нас на картинки смотрит. Видно? Если лодочка будет. Ну, может и так лежать. Ничего страшного. Не обязательно, чтобы раскладывать все эти яблоки. Как там они лежат. Зато так положишь тень. И здесь. Видишь? Тень, она га-лю-бит. Она такая грязная. Га-лю-бит. Там, где начинается вода, можно сделать чуть-чуть общее настроение. Другого тоже. Ага. А ну, покажем, где у нас вода. На настроение. Ещё. Ну, это да. Где-то продвинуть. Ну, теперь вы будете поубирать рыхлости. antioxidants. О, ты уже чувствуешь. Возьмите. Рейхлана. Рейхлана. Возьмите. Возьмите. Общание. Приятного. Назь. Ой, остались. Да? Ага. А, он какой-то с носиком. Я носик только заметила. Ну и что это такое? Вот это что, я не понял. Вот эти вещи. Тень? Она же не та. Наш возник не может висеть. Она снизу. Снизу. Тень сажает предмет на... Плоскость. Вот, чуть аккуратнее. Вот. 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 Всем здорова. С вами Петров. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok